Тимур рыгал тут. Боже, я обожаю это. Всем привет. В прошлый раз мы гуляли с вами в более холодную погоду и начинали с той стороны площади Восстания, а нынче мы начнем вот отсюда. Где раньше располагалась станция, на самом деле, отправление религиозного культа, как сказали бы в Советском Союзе, церковь по проекту архитектора Демерцова. Она называлась Знаменская, отсюда название площади Знаменская. И сегодня мы будем говорить немножко про другие вещи и пойдем немножко другим путем, потому что тема Ленина, кстати, тоже будет пару раз затронута, но вскользь, потому что революционной тематике мы посвятили наш предыдущий выпуск, а сегодня у нас такой более краеведческий выпуск. И в конце, ну и, скажем так, в последней треть нашей прогулки я расскажу вам про нашумевшее дело Степана Тарасовича, или Тараса Степановича, это, собственно, не так важно, да, купца Овсянникова, о котором очень подробно описывал Анатолий Федорович Конин, из которого мы точно так же сегодня, может быть, и начнем. Ну, смотрите, вот даю лайфхак. Если вы смотрите вот на этот дом номер 83, внимательно, только для этого надо будет перейти на ту сторону, но, поверьте мне, оно так, то вы заметите, что плинтус, ну, фундамент, он сужается, то есть он вот здесь такой, а вот здесь такой. То есть он так вот... Это нам о чем говорит? Это нам говорит о том, что вот это, это наша петербургская возвышенность. И действительно, когда уже в эпоху Петра Первого были наводнения, например, одно из самых катастрофических наводнений было в 1724 году, было вообще очень легко запомнить 1724, 1824, 1924 и еще одно 1777. Единичка и три тофора, как портвейн. Очень легко и непринужденно. Да. Так, сейчас пока прыгнем по эпохам, покажу, какие здесь стоят триумфальные ворота в ту сторону, и ракурс на них же вот в эту сторону. Это ворота в честь приезда персидского шаха, о чем вы могли догадаться по тигру и характерной звезде наверху. Так вот, Дивер, о котором, кстати, мы будем говорить в отдельном нашем маршруте, потому что ему недавно установили бюст в районе улицы Марата. Это наш самый первый полицмейстер города Петербурга, португальский еврей. И он приказал все свозить вот сюда, на пески, вот на эту холмину, гору, можно даже сказать. Хотя отсюда она не читается, но я когда снимал материалы для своего путеводителя, у меня там одно время они еще в видеоформате выходили, потом я на это забил, я забирался вот прямо туда и снимал камерой вниз. И видно, что действительно машины, ну, и все остальное, оно как бы скатывается. Это, в принципе, песчаная гряда древнего лотаринского или как бы литариного. Лотаринги это во Франции, а литариновое это то, что надо вдыхать, когда у вас насморк. Море, да. Поэтому здесь проходила древняя Нагородская дорога, ведшая к территории современного Смольного собора. И еще пару фотографий туда. Значит, во-первых, сам этот вокзал с каналом Лиговским, который был прорыт, когда были найдены источники у реки Лиги, отсюда его название. Они питали, этот канал питал воды бассейнов, располагавшихся на территории Бакоза-Октябрьской. Оттуда уже по виадукам они поступали в летний сад, и фонтаны там таким образом функционировали. И еще одна фотография, ее, наверное, надо показать с другого ракурса, чтобы было понятно. Когда-то здесь ходил трамвай, но трамвай непростой. Это был паровичок. Один паровичок ходил в район Лесного на север, а другой паровичок ходил на юг. За Невскую заставу. Ну, он был так назван, потому что это был реально паровозик. Маленький паровозик, ведший несколько вагончиков. Я вот сегодня водил экскурсию с той стороны, и там как раз был ракурс, где я показывал одну из фотографий. Могу вам сейчас подставить, она не здесь сделана, но, тем не менее, это Стараневский проспект. Так вот, если мы взглянем, мы не будем прямо до той точки доходить, да, вот на это здание, то мы увидим удивительную фотографию, как здесь располагается арка, и из этой арки ведут трамвайные пути. И более того, когда мы с вами окажемся на Первой Рождественской, ныне Первой Советской, то мы увидим, на самом деле, что и там раньше эти пути были. То есть была уникальная ситуация, когда там было кольцо этого паровичка, и он выезжал. И вот так вот-вот устремлялся на юг. Так, мы с вами переходим в Лиговский, ныне уже, проспект. Здесь вот этот корпус, он принадлежал в свое время барону Фредериксу, а потом барону Стенбок Фермору, а потом барону Фредериксу, министру императорского двора. Я вам сейчас поставлю заменитую фотографию, где Николай Николаевич, младший Николай Второй и пациенту как раз от барона Фредерикс. Так вот он что придумал. Для того, чтобы извлекать максимально большой доход, он приказал, пользуясь высотой потолков, все этажи разделить еще пополам. И таким образом у вас получалось, что окно у одних было вот здесь наверху, а окно у других было вот там в ногах. Но каждый заработанный рубль ценился. А вот это здание, о котором я в прошлый раз рассказывал, в свете террористической угрозы, значит, и про то, как Покатилов взорвался здесь на Карпускулы, изначально здесь, понятное дело, было ровным счетом ничего. И именно здесь был организован слоновий двор. Его перевели сюда с того места, где он до этого располагался, это нынешняя территория цирка. Потому что здесь на возвышенности, на песчаной, вокруг соснового бора, можете себе представить, сосновый бор, было найдено это удобное местоположение. Найдено удобное местоположение, это я очень хорошо сказал. На самом деле это был огромный такой сруб из бревен, из дубовых. И вот те слоны, которые персидский шах подарил нашему императору Петру Первому, они здесь обретались. Отсюда название слоновий, слоновая улица, это вот нынешний Суворский проспект, потому что их там действительно водили гулять, и вот бытует такая краеведческая, не знаю, легенда, не легенда, что, во-первых, Крылов написал свою знаменитую басню про «знай моська, так уж ты там сильна» и так далее, о том, что лаешь на слона. И то, что глагол «слоняться» был рожден именно там. А мы смотрим уже на несколько фотографий сейчас поставлю. Во-первых, ну вот видна уже у нас и сама церковь, но еще нету памятника. Стоит кольцо конок, еще даже нет трамваев. Затем фотография, где уже в центре стоит тот самый знаменитый на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка, отгадающая им папка, это памятник Александру Третьему, который здесь был открыт. Производился он по проекту скульптора Трубецкого, Паула Трубецкого, стоил миллион двести рублей. Это вот, я сегодня буду рассказывать про Тарасова, про Овсянникова, господи. Это даже не миллиард, это больше на самом деле. Ну, потому что тысяча рублей и тогдашний рубль, это неравнозначные суммы. Рубль, мне кажется, до революции он больше покупательской способности обладал, чем современные тысячи рублей. Затем этот памятник был снесен, но прежде чем он был снесен, вот фотография, ну, грубо говоря, вот сюда. Во-первых, вот что интересно, обратите внимание, как они изменили фасад, а во-вторых, ну, то есть, сделать вот таким более конструктивным, конструктивистским, да, а во-вторых, обратите внимание на фотографии. Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кого вы там узнали и кто даже не догадывался, что пройдет вот не так много лет, и его поставят к стеночке. Хотя вот сейчас он прям-таки висит на, как бы, на фасаде и радует глаз. А сам памятник, там внизу было высечено стихотворение Демьяна Бедного, да. Солдат вредный, Демьян Бедный, о нем... Вот на кой лет в наше время делать такие сигнализации? Нет ответа на вопрос. Ведь не дедцы же никуда от него, а? От нее. Сбегу тебя? Да. Иногда, знаете, спишь, и у тебя там через дорогу парковка, и вот начинается вот это. И на полчаса как заряжает. Соответственно, стихотворение там было. Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожалуй, делал посмертного бесславия, торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ермо самодержави. Ну, во-первых, он, на самом деле, не чугунным пугалом, да, а бронзовым, безусловно. А во-вторых, зацените фразеологию... Наконец-то она ее вырубила. Зацените фразеологию «Мой сын и мой отец при жизни казнены». Ну, Александр Третьего, во-первых, никто не казнил, он сам умер. А во-вторых, ну, а как можно еще казнить, как не при жизни? Ну, можно, в принципе, после смерти выкопать трупы и над ним изгаляться, понятное дело. Еще одна очень интересная страница из истории данного места. Значит, вот бывший Николаевский, аныне Московский вокзал, построенный по проекту Константина Тона, он к началу 20-го века уже, конечно, не отвечал требованиям современности. Ну, то есть, чтобы вы понимали, там еще в 1930-х годах все отапливалось печами, да, мусорскими, то есть нагревался воздух, кидали дрова в печку, и он вот как в Зимнем дворце поступал, значит, обогревал здание. И был объявлен конкурс на то, чтобы его заменить. Я вам поставлю сейчас несколько проектов. Ну, во-первых, проект Фомина, во-вторых, проект Федора Лидвали, ну, и в-третьих, победителя этого конкурса проект Щуко. Как вы думаете, что помешала? Помешала Первая мировая война. Она же помешала реализации еще одного проекта, вот если мы посмотрим теперь в ту сторону, это проект метро инженера Болинского, но он на самом деле разрабатывал его не один, и вот планировалось у нас здесь вот такая вот нью-йоркская наземка, получается даже, даже не подземка, не только в Петербурге, но и в Москве. Москьяна планировалась, допустим, проходить аж мимо Кремлевской стены, но тоже не срослось. Ну, вот это, наверное, может быть, и слава Богу, потому что не хотелось бы здесь эту конструкцию наблюдать. После того, как был убран памятник Александру Третьему, площадь стояла вообще без всего, но, если мы посмотрим на фотографии уже 1950-х годов, такая цветная, то мы видим, там в центре какое-то что-то, что-то там. И сейчас я поставлю еще пару фотографий, на которые можно прочитать, на которых можно прочитать, что тут планировался памятник Владимиру Ильичу Ленину. Но дело в том, что и в нашем городе, и во всем Советском Союзе очень мало памятников Ленину, очень мало улиц имени Ленина и всего остального имени Ленина. Поэтому, конечно же, надо было впаять сюда еще один. Слава, яйцам не впаяли. Вполне достойный монумент, значит, обелиск Победы, 40-летие Победы, 1985 год. Я прекрасно помню этот момент. Мне было 10 лет ее возводили. Значит, в чем уникальность этого сооружения? Во-первых, она весит 400 тонн, вот эта дура. Звезда, которая там, она весит 2 тонны. На Выборгском судостроительном заводе спроектировали специальные платформы, на которых этот обелиск доставлялся. Нужно было сделать так, чтобы вот перелом и сгиб был не больше 2 миллиметров. То есть, представляете, иначе обелиск мог бы треснуть. И вот они достигли этой цели. Он здесь был поставлен. Недавно, ну, несколько лет назад была такая инициатива вернуть сюда Александра Третьего. Я считаю, что не нужно. этого делать. Отличный, на самом деле, акцентированный городской элемент, который играет такую связующую, городообразующую роль, да. Ну, и потом обелиск это такая уникальная, универсальная форма. Вот я, опять-таки, сегодня, да, рассказывал, что во Франции есть такая пляс Далью Конко, площадь Согласия. У меня есть вот отдельный выпуск, где я стою на этой площади и рассказываю, как там отрубали голову королям, и как об этом знали на самом деле большевики, и как они потом, собственно, ту же самую историю проходили, да, потому что революция всегда пожирает своих детей. сначала ты рубишь голову Людовику XVI, а потом и тебе, товарищу Робеспьеру и всем остальным тоже голову рубят. И там раньше стоял памятник Людовику XIV, и когда они думали, ну, что туда поставить, вот, коллективно решили, что пусть это будет египетский обелиск, и площадь называется площадь Согласия. И это было вот абсолютно грамотное, прекрасное решение. Вот таким образом французам с той поры удается объединять идею как монархии, так и революции. То есть все это прекрасно сочетается. Вот здесь, на этой улице, раньше были трамвайные пути, и вот-вот туда прямо этот паровичок и уходил. А потом он шел туда, там разворачивался, и мы сейчас дойдем до туда, тут у нас своя атмосфера, тут пусечки, пусечки рыбку красную жрут. Я обалдеваю, чтобы я так алкогольствовал в те годы, когда я алкогольствовал. Этот паровичок сыграл определенную роль в судьбе кого бы вы думали, Владимира Ильича Ленина. Потому что он на нем ездил за Невскую заставу, где они организовывали рабочие кружки, и туда же ездила некая Надежда Константиновна Крупская, жившая вместе с своими родителями на Невском 97. И вот в этом паровичке они познакомились как-то. Надежда Константиновна пригласила Владимира Ильича на чайок. Ну и в общем завертелась, закружилась, ой-ля-ля, ой-ля-ля. Вообще, конечно, история их взаимоотношений это отдельная песня, потому что спят усталые игрушки, мишки спят. Устали. Ребятки устали. Бывает. Вот это памятник объединения эпох. Тут недавно прошла информация о том, что у нас памятник Петру Первому, который стоит перед Михайловским замком, его обносят забором, потому что там уже утерли копыта лошадям, где Полтавская баталия изображена. Я каждый раз говорю, что не надо так делать. А вот сюда как раз можно залезть, сделать фотографию абсолютно убогий памятник, на мой взгляд, несуразный, но я художник, я так вижу, ради бога. Хорошо, что у нас их не так много, потому что есть города, как, например, Казань, там вот идешь по одной из центральных пешеходных улиц, и там вот эти такие, знаете, апология кича самого настоящего. И вот здесь, если мы посмотрим на фотографию вот в ту сторону, мы увидим, как здесь поворачивают значит рельсы, и вот здесь как раз был путь этого паровичка. Но, что интересно, опять-таки, ну вот в этой книжке это написано, так и классическая книжка туристу о Ленинграде Севастьянов, 87-й год, он еще не знает, что буквально еще 4 года, и все. Так вот, согласно градостроительным планам, вот здесь планировали сделать еще одну площадь. Ну, то есть они понимали, что надо, во-первых, делать дублерниевского проспекта, об этом думали еще и до революции, собственно, отсюда вот гончарная тележная, это я в прошлом выпуске, после выпуска об этом рассказывал. Вот здесь планировали сделать площадь, и как вы думаете, как хотели ее назвать? Площадь народовольцев. Да, время еще было такое, когда у нас была улица Халтурина миллион, у нас была улица Желябова, Большая Конюшина, Перовская, Малая Конюшина, и так далее, заключается в том, что очень долгое время вот здесь была такая затычка, здесь был забор, то есть очень странной ситуацией наблюдалось, когда вот эта магистраль, Слановая улица, ставшая потом Суворским проспектом, она доходила до Донецкого, но у него не вливалось, из-за этого вся та часть, которая называлась в народе пески, и до сих пор так зовется, она получалась как бы, ну, отрезанной от основной, и вроде как до центра два шага, а на самом деле атмосферка там абсолютно сто процентов провинциальная, и вот очень долгое время жители этих районов добивались того, чтобы... Простите, вы павел перец? Я его... Дух. Дух? Постоянно, постоянно, поклонник. Можно фото? Давайте, можно фото, давайте. Спасибо. Все классно, но иногда так сумбурно рассказывают. Да, да, у меня есть даже шеврон косноязычий и сумбурность. на самом деле сумбур, но просто так мне подарили. На нем написано. Так что сумбур это наше все. Смотрите телеканал Культура, там нету сумбура, там вообще все зашибись. Там очень так детально, со всеми информациями и так далее. Да, спасибо вам. Да, буду. Вот как раз одна из них на подходе. Вот дом, который в сетке, дом 97. Но я в прошлый раз говорил, что по... Значит, вообще написано, что в 93-м по старому нумерация, а по новому в 97-м замочили Судейкина. Но я вам говорил, что есть как бы опция. Но, значит, тут Крупская тут жила, а потом после нее там жил Гумилев. А мы идем сюда. И вот представляете, юный Ленин еще не предполагал, и юный Гумилев тоже не предполагал, что пройдет время, и уже не юный Ленин, не юного Гумилева отправят на расстрел. Это была вот одна из таких самых первых жестких жертв красного террора. Потом Агранова, который все это дело сфарганил, его самого расстреляли. Напоминаю, революция всегда поджирает своих детей. Вот здесь у нас обычно я показываю другие раритеты, а вот здесь сохранились чудесные атовизмы эпохи. Ну, вот я обычно показываю вот эти петли, а здесь сохранились еще вот эти кольца. И когда я сюда привожу коллектив экскурсантов, я спрашиваю, что это такое, но здесь, конечно, несложно догадаться для чего. Для клуба БДСМ, когда привязывают помимо сумбура мой конек, это еще высокоинтеллектуальные шутки. Я охреневаюсь с людей, которые мне вот очень тяжело иногда, когда есть постироние, я вообще человек постмодернизма, да, и мне очень нравится постироние. но не хотелось бы, знаете, вознестись на небеса и с их высоты говорить, когда вы дорастете, но очень часто ты встречаешь такую ситуацию, когда люди не считывают вот этого, вот этой вшитой фишки. Они воспринимают эти шутки за триста, за чистую монету. Ну, поэтому, конечно, очень сложно иногда, то есть, когда ты, допустим, работаешь в определенной среде, в том же самом, в интернет-агентстве я работал, я это рассказывал, когда по Крестовскому ходил, вот чем мне там было комфортно, потому что интернет-среда быстрая, там надо мысли быстро, и поэтому там все умненькие, как правило. А когда ты умненький, ты очень быстро соображаешь, что в юмореев тоже, и поэтому тебе очень комфортно, потому что троллить друг друга, просто вот нагружать этажи, и это очень круто, я очень люблю, вот как бы всякие такие прожарки и все такое прочее. Там, может быть, не всегда смешно, но одна мысль о том, что есть люди, которые вот готовы, не вот это, ты чё козлом, кого он назвал, вот это все, это очень радует. Ну, а здесь зацените, что весь этот двор, вот весь, вот мы идем, и вот здесь вот эти вот петли, они вот, вот-вот-вот так и продолжаются. То есть это, по сути, такой глобальный гараж на первом этаже. Ну, и каждый раз, когда мы начинаем разговаривать о том, как жили люди в прошлом, я им говорю, вот-вот сейчас как раз та самая погода, когда очень, ну, реально днем было жарко, и вот представьте, аромат имперский, столичный аромат. И это отнюдь не дыша духами и туманами, как у Блока, а кое-чем другим. Идем направо. Ну, и, в общем, смотрите, здесь прям такие столбы-то. Мало того, что они не успели в землю врасти, так они еще и здоровенные. Какие? А вот с этой стороны недавно привели в порядок, отреставрировали охрененное сооружение, по проекту нашего прекрасного архитектора Хренова. Там, кстати, дальше угловой дом тоже его, но оно не такое прямо вычурное, как это. Это такой просто образчик модерна во всем его великолепии. Особенно хорошо то, что после реставрации мы можем наблюдать, как этот дом выглядел в тот момент, когда он был построен, поскольку все наши, к сожалению, фасады, они вот превращаются в такие... вот в такие. Собственно, еще далеко ходить. А здесь вот все, вот эти эркеры массивные, ажурные решетки, огромное количество цветочных мотивов. Лорелея тут есть, ну, Лорелея тут нет, да, вот эти головки тоже любимые их. Но вот это навершие, аттик такой, видите? Причем там раковина морская присутствует. В общем, это очень крутой дом. И сейчас-то, а прикиньте, в начале 20 века. Поэтому, несмотря на такую неблагозуточную фамилию, я про это архитектор часто рассказываю, он был все равно крайне выдающимся и очень плодотворным зодчим. Ну, а мы, поскольку мы движемся с вами к саду Овсянникова, я вот потихонечку, поскольку это длинный достаточно рассказ, я потихонечку начну его здесь, буду прерываться, когда мы будем наблюдать еще какие-то интересные моменты. Значит, дело в том, что Овсянников, это на самом деле очень показательный момент, потому что у нас царская Россия очень часто трактуется, как, ну, такой гнет дворян, ну, что, очередной закуток счастья, гнет дворян над крестьянами. Вот вам конкретный пример, когда, на самом деле, и такие случаи были нередки. Оп, оп. Вот эти квартиры, да, в отличие от тех, они, ну, та сторона не смотрит на улицу. Тимур рыгал тут. Боже, я обожаю это. Фу, как некультурно. Огнище. Вот такой я люблю. Понимаете, вот, да, вот это и есть полустороннее. Отсюда вырос весь английский абсурдизм, допустим, да, начиная от Джеромка Джерома и заканчивая мультипайдой. Так вот, нередки были случаи, когда выходцы из крестьян очень жестко эксплуатировали своих же. А потом и не своих же. Связь, добро пожаловать. Видите, торчит, который идет через весь дом. Ой, а смотрите, какая здесь у нас красота, лепота неземная. Цветы очки. Очень, очень красиво. Овсянников, он из простых крестьян, он из Костромы. И работал он там бурлаком. Вот тянул лямкой. Не лямкой, а лямку. Но, видать, человек был очень жесткий, собранный и довольно быстро рос-рос-рос и дорос бригадиры. И они, в общем, тягали эти баржи и в Петербург. и он, когда здесь оказался, он вдруг понял, что, знаете, вот есть такое понятие хлебное место. Вот откуда это происходит? Потому что, ну, понятно, что хлеб сему голова, хотя сейчас, ой, мне, пожалуйста, без глютена, вот это вот на такой муке, трататам, блин. Раньше все было проще. Хлебные поставки, особенно в армию, это золотое дно. И вот Овсяников это очень быстро понял и где-то там раздобыл деньжат и вот каким-то образом он смог, ну, сейчас называется тендер, тогда это назывался подряд, то есть он выиграл подряд на поставку муки в армию. Значит, вот оборонность Севастополя, описанная у Льва Николаевича Толстого, очень хорошо показала вообще степень цинизма, интендантов. Там описан случай, когда сухари, которые забраковало интендантское ведомство, они таким, они все равно каким-то образом попали на фронт, потому что они уже были все там заплесневевшие и так далее. И вообще надо отметить, и это было всегда, ну, в Николаевскую эпоху, имеется в виду Николая, в эпоху Николая Первого это вообще рассвело буйным светом. Большинство жертв среди солдат было даже не военное время, а там ран того сего пятого десятого. Ну что, еще здесь пойдем? Нет, не хочу уже висеть, пойдем туда. Покажем, как у нас реставрируют фасады на Стороневском проспекте. Подряды. А, ну вот. В общем, основное количество жертв было просто на переходах от плохого питания, от плохого обращения. Ну, то есть за 20 лет правления Николая Первого около миллиона человек умерло не на войне. Понимаете? Ну, это же просто катастрофа. И новый министр Милютин, он решил, вот, в рамках этих великих реформ, как их потом назвали, да, Александра Второго, он решил с этим покончить. Овсянникова в Николаевскую эпоху, на него заводили уголовное дело 15 раз. И все 15 раз он соскакивал. Он был обладатель миллионного состояния, у него было 12 миллионов. Это по нашим временам это даже не миллиарды, это еще больше. Ну, я уже объяснял, да, что здесь я попытаюсь вспомнить фотографии я никаких по-моему не находил, но здесь интересно, что опять-таки инкорпорирован этот кадуцей, видите, там палка с двумя змеями, это я всегда напоминаю, что это такой символ привлечения бабла. И в общем после этого дела у Овсяникова начали портиться. Очень сложно стало давать там откаты и пилить бюджеты и т.д. и т.п. Более того, какие условия Милютин выкатил? Значит, ведь раньше можно было покупать армейское ведомство интендантское, оно покупало муку у разных всяких небольших помолов, перемолов, как они там называли, назывались. У меня, кстати, был, когда, где, в Лейдене, в Голландии, ну, это родина Рембрандта, жалко, я не в футболке Рембрандта сегодня, был бы мяч. И там вот как раз есть мельница, которая рабочая, и мы туда поднимались, и там голландец, ну, такой, конечно, в летах, английский у него был, примерно, как у меня в школе, но, тем не менее, все было понятно, с основным моментом, он прямо ее запустил и показывал, как это все функционирует. Это было крайне интересно. В общем, когда их мало, ты их можешь там прижимать, как-то с ними играться и прочее. Он сказал, что теперь мы покупаем у одного подрядчика, но у большого, а, соответственно, его можно сжать на скидки определенные, и нужно под конкретный заказ строить мельницу, под конкретные подряды строить мельницу, и на этой мельнице ты имеешь право перемалывать муку только для армии, и все, и больше ни для чего. Овсяников все равно пытался в это вписаться, но ему не дали. Значит, некий Фейгин, такой купец, он на 700 тысяч рублей, организовал такую мельницу на Измайловском проспекте, интересно то, что, ну, она потом сгорела, об этом мы с вами будем говорить, там потом на этом же самом месте была организована гостиница Варшавская, и прямо напротив этой гостиницы был убит как раз Вячеслав Константинович Плеве, напротив Варшавского вокзала. Поставлю фотографию вот здесь, сегодня день пионерии, меня задолбали всевозможными сообщениями в WhatsApp и в контактах, шлют, причем, как правило, шлют одно и то же, это Вася Ложкин, значит, вот эти вот пионеры вернутся, ну, тем не менее, да, пионеры не вернутся, ребята, потому что Советский Союз не вернется, кто бы что не говорил. После вкусного яда загнивающего капитализма очень сложно обратно перестроиться на не то, чтобы коммунистические, хотя бы на социалистические рельсы, хотя я уверен, сейчас останови там 50 людей и спроси, чем социализм от коммунизма отличается, дай бог, там 2-3 смогут на этот вопрос ответить. Он построил эту мельницу, она была на самом деле отвечавшая всем главным требованиям, но этот Фегин прогорел и вот Овсяников решил ее купить. Но ему, конечно, никто не стал ее продавать, потому что уже все знали его репутацию, но было сказано, что если ты возьмешь себе какого-то компаньона, то тогда да, и он нашел такого компаньона по фамилии Кокарев. Кокарев был банкир, финансист, и он просто туда вложил вот те же самые 700 тысяч рублей, чтобы, значит, ну, как инвестор, да, выступил по сути. Вот этот двор недавно привели в порядок. Я помню, как мы тут ходили, и он был в ужаснейшем состоянии, вот его покрасили, но и обратите внимание, что, опять-таки, я это всегда теперь демонстрирую, как величайшее достижение человеческой мысли, забрали в короба все коммуникации. И они теперь не выглядят, как инородные какие-то тела. Тем не менее, Овсяников, естественно, решил, что все будет как и прежде, что на бумагах одно, по факту другое. Начали находить луку, которая была предназначена для армейских поставок в свободной продаже, а в армию стала почему-то поставляться мука худшего качества. Странно, да? Это во-первых. Сейчас прервемся, потому что мы с вами вышли вот к Свято-Троицкой общине. Тут очень интересный момент, конечно. Ну, во-первых, вот этой главки в советское время понятное дело не было. Это домовая церковь Свято-Троицкая. Значит, она была организована в 1844 году Терезии Альденбургской. Ее еще иногда пишут как Терезия В. Альденбургская. В это не отчество. Она не Владимировна и не Васильевна. В это Вильгельмина. У нее вообще четыре имени. Тут, ребята, все очень просто. Я вам сейчас все быстренько объясню, и вы все быстренько поймете. Терезия Альденбургская была дочерью Петра Георгиевича Альденбургского. Петр Георгиевич Альденбургский был сыном Анны Павловной. Анна Павловна была дочерью Павла I, сестру Александра I. Именно к ней святался Наполеон. И она сказала, что лучше я выйду за последнего там истопника, чем за этого, значит, ай-яй-яй. Наполеон очень обиделся. Ну и вот тогда как раз надо было срочно ей подобрать какого-то мужа, и вот нашли этого, значит, Альденбургского. Соответственно, вот у него сын, а это его внучка, получается, Терезия Альденбургская. Она вышла замуж за Максимилиана Максимилиана Лихтенбургского. Тут все тоже очень просто. Максимилиан Лихтенбургский второй сын Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лихтенбургского. Мария Николаевна это старшая дочь Николая I. Для нее был построен Мариинский дворец. Да. И Максимилиан Лихтенбургский, значит, умер, и считалось, что вот старший сын его Николай он от него, а вот уже этот от графа Строганова, с которым потом тайнее помещалась Мария Николаевна. Тем не менее, она, вот, Резь Альденбургская умерла. Это потом, кстати, этот товарищ Ликтенбергский, он старым браком женился на Стане Черногорской, а она со своей сестрицей инкорпорировала Распутина, да. Ну и, в общем, там тоже был развод, потому что она пошла замуж за как раз Николая Николаевича Младшим, фотографию, которую я вам показывал. В общем, все очень просто. В романах вы очень быстро разберетесь. Но факт остается фактом, что благодаря вот ее усилиям и ее, и еще младшей дочери Николая Первого, потому что она умерла, Александра ее звали, она умерла молодой от туперкулеза. Ну и, в общем-то, мать ее, вдовствующая императрица, тогда еще не вдовствующая Александра Федоровна, взяла тоже патронат это все. В общем, вот это все оно реализовалось вот в этой свято-тройской обители. Не обители, а общение сестер-милосердия. Значит, в чем важность конкретно этого здания? Дело в том, что именно ну, у женщин не было возможности получить высшее образование. Потому что ни медицинского никакого. У нас медицинский институт для женщин открылся до конца 19 века. Кстати, очень много в этом помогла дочь Людвига Нобеля, о чем я рассказывал, когда гуляли мы по городку Нобелей. Я сейчас привел, тут очень круто выглядят эти два советских ордена и вот восстановленная значит, маковка с крестом. Как раз во время Крымской войны это был первый случай, когда во многом благодаря усилиям хирурга Пирогова, приходившего сюда, между прочим, и имевшего здесь практику. Потому что здесь был первый амбулаторный прием для всех желающих. А еще здесь, кстати, было специальное отделение для кающихся женщин. Задайте себе вопрос, что же, от чего же они каялись, да? Наверное, грешные мысли были у них в голове, я так понимаю. Ну и еще ряд отделений здесь был. Непосредственно здесь самих сестер здесь готовят. Да, кстати, сестры, это были не простые крестьянки, это были все представители дворянства. Вот. И они отправились на Крымскую войну и вот работали там сестрами милосердия. То есть у нас же считается, что Флоренс Найтингейл, да, самая первая сестра милосердия англичанка, но на самом деле это вот во многом благодаря и нашим сестрам милосердия. Вообще основатель Красного Креста писал потом, что он очень вдохновлялся как раз вот этой вот общиной. И таким образом они могли получать вот неофициально, но тем не менее медицинское образование, потому что им там просто вот с нуля приходилось оказывать услуги. Ну это вообще был момент, когда Пирогов, он же там много чего придумал. Во-первых, наркоз. Во-вторых, он сказал, что надо бы вообще-то халаты кипятить после каждой операции, над чем все дико смеялись и говорили, да господь с вами, ну что ж, что ж, да. Ну и потом он там придумал такую сортировку раненых, да, тяжело раненых и легко раненых, и в зависимости от этого, соответственно, можно было понимать, где и кого, и как оперировать. Ну а потом Пирогов вообще состоял атлас, он там пилил замороженные трупы в промышленных масштабах, но это отдельная история. Вот. И это, ну, по сути, вот, да, такой центр сестринско-образовательный. Они настолько вообще плотно служили, значит, человечеству и отечеству, что они уже, в принципе, спустя 15 лет могли претендовать на пенсию. То есть вот настолько у них был плотный потом. настолько у них был плотный график, да, работы. В советское время здесь, значит, точно так же располагалось медицинское учреждение, в данном случае станция переливания крови, которая сыграла колоссальную роль во время блокады. Да, ну и до сих пор вот там у нас медицина присутствует. Висит мемориальная доска замечательному доктору Филатову. А мы с вами подошли, вот, я в прошлый раз рассказывал про Феодоровский. Кстати, я не знаю, ну, это этот выпуск я еще не выложил, но наверняка будут комментарии, что правильно говорить Феодоровский. Феодоровский, а не Феодоровский. Сумбур, наше все и косноязычие. не такая большая разница, на самом деле, в данном ключе. То есть, этот Феодоровский собор, ну, вот, отсюда мы не увидим его. В общем, вот там вот такой купол торчит, наверное, на GoPro, конечно, наверное, купол с крестом. Вот это он. Это архитект Кричинский. А вот здесь тоже был собор, построенный по его проекту, я сейчас поставлю, в честь Николая чудотворца Мерликийского. Ну, смотрите, я вам сейчас поставлю фотографию, вот, очень хорошо читается вот это окно и вот этот вот руст. Как раз, если мы туда вот его направим камеру, я подставлю, это у нас Елизавета Феодоровна, вдова Великого князя Сергея Александровича, на закладке этого собора. И интересно, как эта закладка проходила, потому что, ну, вот если посмотреть вот туда, вот примерно с этого угла, ну, здесь, конечно, более широкий угол обзора, то есть мы увидим, я сейчас поставлю фотографию, видим вот этот дом и вот часть вот этого следующего дома, кварта, к которому мы еще подойдем с вами. То вот такая, знаете, звонница из трех колоколов, ну, в общем, да. Здесь изначально была маленькая такая церквушка, часовинка, которая была устроена на деньги как раз купцов это же вот улица Бакунина. Уж про Бакунина я не буду сегодня рассказывать, хотя это, ну, это крайне интересный сюжет, как там человек тоже, знаете, переобувался на ходу. Но раньше он вел Калашниковской набережной, он вообще одно время назывался, по-моему, Малаохнинский проспектом, пока его не перейминавали, не помню, как, в Калашниковский, по-моему, проспект, ну, в общем, как-то он так назывался. Бакунина, понятно, уже в советское время он был назван. Ну, и они на свои собственные деньги это все дело организовали, а Кричинский, он спроектировал храм в таком новгородско-псковском стиле, с такой массивной, да, главой. И он был еще как бы при палестинском обществе, да, ну, отсюда Елизавета Федоровна, потому что Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, они были возглавляли это, значит, православное палестинское общество. В Москве на улице нынешний Забелин, вот если по левой стороне, когда на Ивановскую горку поднимаешься, налево свернуть, там вот сейчас у нас штаб-квартира этого до сих пор функционирующего общества, оно было взгляну, его возглавляет Степашин, бывший ФСБшник, на секундочку, да. И ну, оно, в принципе, было же рассчитано на то, чтобы помогать паломникам, да, на святую землю попадать, были скидки, даже на билеты там ехали до Одессы и потом садились в пароход и туда плыли. Ну и плюс там на месте там какие-то, значит, оказывали помощь там гостиницы и сейчас бы, наверное, сказали хостел и так далее. Переходим дорогу. Вот у меня, может быть, хотел маршрут перестроить немножко. Да, сейчас по-другому мы пойдем. мы пойдем другим путем, как Владимир Ишлинин. Что обычно мы идем сюда с группой, но тут по съемочке у меня по-другому все выруливается. Ну, а мощи этого Святого Николая ниже находились в Мерликиях, а потом их торжественно скоммунизили в город Бари в Италии и там у нас тоже было подворье. И, соответственно, этот собор, он еще назывался Барскский. В общем, была такая приставка. Простоял недолго на самом деле. Очень быстро его снесли и теперь здесь вот такой треугольный клумб. И, в общем-то, большинство людей даже и не догадывается, что здесь когда-то мог помещаться самый настоящий храм. Один из моих любимых домов как раз архитектора Кварта. Это его доходный дом. Ну, мало того, что это такой уже рациональный модерн, по сути, прото-конструктивизм. Но, не знаю, отсюда нам дальше отсюда будет видно или нет. Но, я если что, поставлю фотографию, мне на яркерах очень нравится. Там, значит, один мальчик дудит в дудочку, а вторая девочка, она пускает мыльные пузыри. Это же просто огнище, я считаю. Да, ну, и еще я вот одну фотографию накопал это уже из советской эпохи, все время такая, знаете, немножечко ностальжи, когда ты видишь какие-то интересные элементы, напоминающие тебе о прошлом. Вот это, допустим, да, этот парадный подъезд, и по бокам там стоят будки телефонные. ну, а вот это, это уже, собственно, сад, овсяниковский сад, да, и мы с вами закончили на том, что он взял этого кокорева, а потом он решил этого кокорева слить крайне интересным образом. значит, можно было то есть продать эту мельницу, и овсяников договорился ее продать, и был аукцион, только понижающий аукцион, в смысле нормальный аукцион, но овсяников организовал его таким образом, что начальная стоимость была полтора миллиона. А он сбил, вы представляете, наглость человека, до 130 с чем-то тысяч рублей. Более того, этот кокорев, он человек был такой, ну, конечно, не клубный тусовщик, но, тем не менее, он вставал поздно, и аукцион был назначен на два часа, а овсяников подкупил там всех и провел в 12. Кокорев приехал полтора, потому что все закончилось. Вот здесь тоже очень эпичный закуток счастья. под таким углом. Тоже, кстати, этот двор недавно в порядок привели. И в итоге Кокореву это все не понравилось, потому что овсяников обещал ему отступных 700 тысяч рублей, а тот отказался это делать в связи с вышеупомянутым этим аукционом. Ну и вообще, чтобы все это дело замять, мельница вдруг благополучно сгорела. Причем, интересно, что министр юстиции Палин, под как раз управлением которого работал Анатолий Федорович Коня, это было в 1975 году, он, когда ехал по этому Измайловскому проспекту увидел, что церковь сгорела, ой, церковь, господи, мельница сгорела, он сам Коня сказал, слушайте, а проверьте-ка, нет ли там каких-то странных обстоятельств, и Коня отправил одного из своих сотрудников и сказал, ну, если будут значит такие обстоятельства, мне, конечно, полиция донесет. Полиция на следующий же день ему предоставила свидетельство, что никакого поджога не было, хотя он даже не делал запросы. Его это очень сильно напрягло. Вот он тогда отправил своего человека. Вот здесь у нас есть такой элемент, у нас есть несколько домов, ну, дом баков, куда сейчас вход заказан туристам, потому что это такая очень спорная территория, но еще дом в казачьем переулке, это так называемый подвесной потолок изначально, да, то есть, подвесной подвал, ну, не подвесной, да, просто здесь внутрях могли быть еще какие-то дополнительные помещения там, и для сушки, и дровники, и даже вот, как мне рассказывали в доме бака, там электростанция своя стояла. Он отправил своего сотрудника, вот тот приезжает, говорит, да, слушай, да, поджег, стопудово поджег, потому что выяснилось, что все работы до пожара были прекращены за два дня, ну, то есть, все самое пожароопасное производство было остановлено, вода вся была, выкачена и для производства, и для пожаротушения, сотрудники все были распущены, мельница как-то очень хитрым образом всплывала одновременно в трех вообще разных углах, ну, и самое главное, что, что самое главное, я сейчас скажу позже, потому что вот этот вот двор, он интересен тем, что он, в отличие всех остальных дворов, видите, кейся, ты такая прямо в перевалочку пошла, попытались двор привести в порядок, балкончики, значит, такая фактура на первых двух этажах, эркер даже здесь, прикиньте, устроили и украсили, это не такая частая история. Самая главная выяснена, что мельница, естественно, была застрахована, и страховка истекала через два дня, ну, случайно так получилось, а премии, которую должен был выплатить овсяников, он должен был выплатить на завтра после этого поджога. Он, конечно же, со своим подставным управляющим сказал, что там сгорело вот столько хлеба, вот столько там сгорело хлеба, хотя, по факту, сгорело очень мало. Ну и Конни, соответственно, начал этот процесс овсяников, он настолько, ну вот, охренел в атаке, что он был уверен, что никто никогда в жизни, ну, не то, чтобы там его не посадить, но даже с обыском к нему не придет. Мы пришли с обыском, и у него там все тетрадки, где прям все вот прям написано, кому, сколько он откатывал, как он этот бюджет пилил. Вот он сначала не хотел даже домой пускать, но не имел права. Вот здесь очень крутой, значит, у нас, это даже не монумент по сути, да, а такая экспозиция под открытым небом, фамилии всех тех, кто погиб в этом микрорайоне, и постоянно идет вот нон-стопом лента с фамилиями, видите, в доме умерло 125 человек, в том числе 24 ребенка до 18 лет. Я не знаю, найду я эту фотографию или нет, у меня их столько, что я хрен знает, как ее искать, и вообще сохранял ли я. Мы как-то приходим, значит, и тут просто лежит пусечка, и каждый отдыхает как можно, да. вот это уже более эпичный двор, но не замкнутый, но самый эпичный я вам покажу чуть дальше. Пойдемте. В общем, Овсянникова арестовали, но единственное, что, конечно, конь распорядился посадить его в самую лучшую полицейскую часть, ему тут же привезли мебель и был суд. Причем до этого что сделал Овсянников? Он одного из значит, коллег Кони попросил написать два, две претензии, да, по поводу неправильного ареста и по поводу неправильного содержания. Тот написал, и Овсянников его отблагодарил, прислал пять тысяч рублей и растрещал об этом на весь Божий свет. Тут приезжает Кони, говорит, что мне делать? то есть, понятно, что это как бы выглядит как взятка, я готов вернуть. Но если вы вернете, то тогда презумпция невиновности исчезнет, то есть, вы однозначно покажете, что Овсянников виновит. Представляете, вот насколько люди блюли часть мандира. И был суд над Овсянниковым. Одна немецкая газета шутила, что обладатель двенадцатикратного миллионного состояния Овсянников скоро выйдет из здания суда одиннадцатикратным миллионным миллионером. В смысле, ляма отдаст на откат. Вот это один из моих таких любимых эпичных дворов. Вот как люди, вот смотрите, вот в советские времена женщины, они вообще об этом даже мечтать не могли. Вот о таких вещах. Помните, может быть, дамы, вот это вот тушь черную, которую надо выкинуть в какую-нибудь урну. Это воняет. Воняет? Ну, я не очень сильно чувствую, потому что это запах свободы. Вот они, человенечки. Какой, посмотрите, всюду жизнь. Ну, там что-то растет. А, вот тут, да, вот тут водняет. Немножко испражнениями попахивает. Но не так, как до революции. Ну, что вы зажимаете носик? В коммуналочках, что ли, не жили? Я вот жил, помню эти запахи прекрасно. Я помню, как соседка Лида как выползет, так прямо можно это пушечный выстрел от нее убегать. В общем, его присудили. И главным действующим звеном был там такой, смотрите, какая прелесть. Чулевые занавесочки. Способич. Я вам сейчас поставлю портрет знаменитый его Репинский. У Овсяникова были защитники, причем Конник тоже знал, и они построили свою защиту на том, что, ну, типа, не поймут за руку, не вор. То есть, вы докажите прямо, чтобы кто-то прямо признался, что я был подзог, а пока этого нет, то извините. И вот один из адвокатов сказал, ну, что вы, вот, вот такую речь произнесли, и все, вы какие-то у вас там, вы все строите на каких-то там чертах и черточках. Он говорит, да, это черты и черточки, а из них складываются буквы, а из букв слоги, а из слог, слогов, большое слово поджог. Да. Пойдем вот сюда. Вот. И Овсяников присел. Ну, как присел. То есть, он, когда его где-то, куда-то там, значит, места не строят удаленно, отправили, конечно, ему там все обставляли, с ним ехал целый штат прислуги и все такое прочее. Вот это очень интересная мемориальная доска. Ну, смотрите, в ночь с 25-го на 26-го октября Ленин в квартире номер 9 не в Смольном, хочу заметить, да, потому что в Смольном тогда кто был? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лев Давидович Троцкий написал декрет о земле, который был принят вторым всероссийским съездом советов. А теперь, внимание, вопрос, господа. А условия этого декрета были ли воплощены в жизнь согласно тому, что обещал крестьянам Владимир Ленин Ильич? Получили ли они вот это, то самое, нас это преследует просто сегодня, получили ли они вот то самое заветное, вот эту землю в итоге или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотя я уверен, что добрая половина тут же начнет про колхозы, про вообще счастливое колхозное детство беспаспортное и все такое проще. Я всегда привожу это в пример, что надо как бы, ну, знаете, как тендер, давай, типа, выиграем, а там посмотрим, да? Надо, фабрики рабочим, землю, крестьянам войну прекратить, все, мы победили. А там посмотрим. Вот этот Овсяниковский садок, а это дом Овсяникова, доходный. Он на свои действительно деньги разбил вот этот вот, вот это зеленое, вот это зеленое, потому что если я вам подставлю вообще карту данной местности, где еще даже нету тележной улицы, ну, я в прошлом выпуске демонстрировал, то мы увидим, что никакого сада здесь еще нет. Вот это мытный двор, тут у нас есть улица Мытненская, ну, собственно, не потому, что там люди мылись, а потому, что мыто это таможенный сбор, его сейчас тоже, кстати, по-моему, наконец нашел инвестор, который его приведет в порядок. Ну, и товарищ Овсяников, он в итоге бомбардировал там своими письмами все инстанции, добился того, что его освободили, но ему запретили жить в столицах, в данном случае в Петербурге и Москве. Он поселился где-то под Питером, доколыпал аж, по-моему, до 91-го года. Да. Товарищ был настолько жестокий, он своих детей родных лупил, да, и когда один из его сыновей просто это все достало, он бросился на него с кулаками, а в Сианиках распорядился, чтобы и того судили, отправили в Сибирь. А сам я хочу вам напомнить, из крестьян, поэтому не нужно думать на самом деле, что проблема была вот только, ну, как бы там, я их не скрою, никоим образом не обеляю и прочее, но вот такие вот бывают кульбиты, когда вроде как свой, а из своих же как бы веревки бьешь. Что показало это дело? Оно показало всю, весь передовой смысл вот этих реформ, прежде всего судебных, что теперь даже олигарх, который раньше знал, что его свобода будет всегда, она зависит только исключительно от количества данных денег. Даже олигарх может, наконец, понести заслуженное наказание. И что бороться с коррупцией и в армии можно, если это делать хорошо и правильно. Но, к сожалению, и наше даже время это показывает, вот она не там, да, увы и ах, если ты имеешь подряд на поставки в армии, ты в шоколаде. Ты всегда можешь взять грамотную пилу и попилить. Ну что, в конце, по традиции, да, книжки. Налетай, не скупись, покупай живопись. Это, правда, про Невский вот с той стороны. Я вообще хотел, кстати, начать свою экскурсию с конца этого путеводителя, а в итоге этого не сделал, потому что он у меня заканчивается как раз на Держинском, на облучке, вместе с Лениным они приезжают вот в эту гостиницу Северную на площади нынешнего восстания. Актуалочка русско-японская война именно в контексте медийных войн, да, как вот можно всегда представлять Россию в таком вот выгодном в кавычках свете, цивилизация вокруг, а это вот какой-то недомонгол. Ну и остросоциальный роман Корень про события. Сейчас тоже идет ренессанс правой повестки. Буквально недавно ходили, показывал чудесную надпись первый тост за Холокост и 1488 возле Нарской. Спрашивал, кто вообще надо пояснить, что такое 1488, а это конец 90-х начал нулевых, но история всегда движется по кругу. Ну и мерчок мой самый разный, да, то есть если вы хотите, чтобы я книжки вам подписал, именно когда вы покупаете их, как выражаются пансионеры по интернету, а я уже без пяти минут он, то я их подписываю, если вы мерч покупаете, поскольку в этом случае мне надо тащить это все лично на почту, а так оно там все лежит. Экскурсии у нас идут пятница, суббота, воскресенье, да, смотрите, все анонсы есть на сайте, залезайте на сайт, если там нету интересующих вас дат, дождитесь, потому что мы выкладываем анонсы где-то недели за две. Друзья, лето в Петербурге какое-то южное, в этой связи я перенес экскурсии на выходных на вечер, ну а вас ждет первый летний концерт проекта Остро-социальный ансамбль ОСА. Мы будем играть 7 июня, билетов остается уже не так много, приходите, там будет еще пара сюрпризов. Если вы не видели наш клип экскурсию по местам съемок бандитского Петербурга и ковер на песню «Город которого нет», то ссылочку специально, чтобы вы не искали, я прикреплю внизу. На этом все, у нас еще будет как минимум две прогулки там по пескам в районе БКЗ и уже непосредственно от бывшей Николаевской академии главного штаба до мемориальной квартиры музея Аллилуевых. Ну, сниму рано или поздно, ну и, может быть, еще даже один маршрутик здесь по пескам сделаю вот уже вот этого Овсяниковского сада, потому что тут можно начать с гражданской казни Чернышевского, а это уже там целый рассказ, потому что Чернышевский и тот еще фрукт. На этом все, оставляйте комментарии вот там, увидимся, пока!